Всем привет! Это видео я хочу начать с новости. Дело в том, что мой сад посетила необычное гостье. Вот на видео вы видите сову и синицу. Синицы очень частые гости в моем саду, а вот совы нечастые. И к тому же, как я узнала в моем чате в телеграме, люди, когда увидели эту сову, сказали, что это не сова, это сыч. Но, тем не менее, сычи это тоже птицы из семейства совиных. В общем, эту необычную гостью я сначала застала в сам саду, а потом, когда уже сидела, работала дома и смотрела в окно, заметила ее сидящие прямо напротив моего окна на ветке груши. И она с любопытством заглядывала ко мне в окно. Но я решила, что она хочет покушать. Но потом мы всем чатом в телеграме выяснили, что, оказывается, сова здесь ловит мышек, потому что у меня на этом окне висит кормушка. Под кормушкой очень часто падают семечки. И там живут мышки под кормушкой, они все время там кормятся. И, конечно же, она прилетела на охоту, скорее всего, посмотреть на мышек поохотиться. Каково же было мое удивление, когда на утро я проснулась, открыла окно и снова увидела эту сову. Она продолжала сидеть на ветке возле окна и смотреть у него. Обычно совы днем спят где-нибудь в укромном месте, а эта продолжала сидеть и смотреть. Да, было очень, конечно, интересно вот это необычное поведение совы. Но потом, к сожалению, я заметила, что ее напугало стуком молотка. Я пыталась починить калитку возле запора и стучала по металлической калитке. И увидела, что она испугалась звука и улетела. Я очень, конечно, расстроилась. Потому что за два дня и за две ночи я очень привыкла уже к этой сове. Но будем надеяться, что она снова прилетит ко мне. Также меня очень часто стали спрашивать в комментариях, чтобы я почаще показывала котят. Очень интересно, как они растут, как они развиваются, как они играют, как они спят. Ну, я с вами полностью согласна. Я просто сама постоянно умиляюсь их выходкам, повадкам, каким-то новым позам во сне. В общем, тоже с удовольствием ими любуюсь. В эти выходные я также побывала в городе снова. Мне нужно было заехать в ателье. И, конечно же, я не упустила возможности прогуляться по набережной того жилого комплекса, где я раньше жила. Вот это вы видите на видео реку Аку, которая протекает вдоль всего жилого комплекса. И на том берегу, как муравьи облепили весь берег, рыбаки, которые сидят на льду и ловят рыбу. Ну, а это вы видите высокий берег Аки, на котором тоже располагаются дома и дачные участки. Зимой, конечно, это не так живописно, но летом это просто великолепная картина, которой я любовалась, живя в городе в этом жилом комплексе. В общем, каждый раз, когда я оказываюсь на этой набережной и любуюсь на высокий берег Аки, меня посещает ностальгия о самых приятных моментах, которые я когда-то здесь прожила. Ну, здесь сейчас пока зима, снег, и не так это живописно выглядит, эта набережная, но летом, поверьте мне, это очень красиво. Ну, а потом я поехала на Нижегородскую ярмарку. Дело в том, что здесь сейчас проходит выставка искусств под названием Арт Мир. Это ежегодная выставка, которая проходит в Нижнем Новгороде, и я никогда не упускаю момента ее посетить. Дело в том, что я очень творческий человек, и мне, конечно же, очень интересно посмотреть на работы других творческих людей. Это безумно всегда вдохновляет, меня радует. Ну, а здесь я вам показываю Нижегородское ярмарочное здание, которое было построено аж в 1822 году. Это еще при Российской империи было, представляете? Вот это вот здание красивейшее было построено в XIX веке. В 1833 году Александр Сергеевич Пушкин посетил нашу Нижегородскую ярмарку и даже потом упомянул о ней в своем легендарном произведении Евгений Онегин. Процитирую небольшой отрывок оттуда. Тоска, тоска, он в Нижний хочет. В отчизну Минина пред ним Макарьев суетно хлопочет, кипит обилием своим. Сюда же мчук привез индеец, поддельный винный европеец. Табун бракованных коней пригнал заводчик из степей. Игрок привез свои колоды и горстью служливых костей, помещик спелых дочерей, а дочки прошлогодней моды. Всяк суетится, лжет за двух, и всюду меркантильный дух. Вот так вот писал Александр Сергеевич Пушкин о путешествии Евгения Онегина на Нижегородскую ярмарку. Ну а я предлагаю вам сейчас прогуляться вместе со мной по территории Нижегородской ярмарки и посмотреть, что же здесь сейчас тут находится. Вот это небольшое кафе, которое называется Самоварное. Оно отреставрированное под общепит 19 века. Там внутри тоже так достаточно атмосферно. Здесь можно попить чайку, кофейку, погрызть баранок и бубликов, которые были еще в 19 веке здесь. Ну и также в период новогодних праздников здесь все украшают по-новогоднему, очень красиво. Но я, к сожалению, попала уже к шабошному разбору. Здесь уже разгрузили все новогодние гирлянды, все убрали, все, что было украшено. Ну и здесь вот остатки сладкие. Ну и здесь, видимо, остался какой-то детский городок после новогодних декораций. Видео таких интересных домиков для детей, в которых можно играть. Это было очень мило, очень, так знаете, атмосферно и уютно. Здесь вот даже располагается лось во дворе одного из домиков. Очень красиво украсили все. К сожалению, мне не удалось посмотреть на украшенную в этом году новогоднюю Нижегородскую ярмарку. Ну вот, что от этого украшения осталось, я успела посмотреть. Ну а вот это, видимо, та самая белочка из сказок Пушкина, которая золотые орешки грызет. Посмотрите, какая она милая. Очень интересно, конечно, сделали. И наверняка очень красиво это смотрится в новогодних гирляндах, когда все светится. Вот. Ну, что успела, то посмотрела, конечно. Летом здесь, конечно, украшают немножко по-другому эту ярмарку. Ну и также здесь вы можете наблюдать настоящую печь, которая когда-то была на Нижегородской ярмарке. и согревала ее посетителей. Это еще при Российской империи было. Посмотрите, какую интересную печку поставили. Возможно, вы вспомните, что когда-то такие печи были на улицах в России, еще при Российской империи, да, и согревали народ, который собирался где-нибудь в общественных местах. Эту печку также поставили и на территории Нижегородской ярмарки. И по вечерам эта печка круглый год согревает посетителей. Ну и теперь, наконец-то, давайте отправимся в здание, где располагается выставка искусств «Арт-мир». В этом году она была не менее насыщена, чем в прошлом. Я также осталась под сильным впечатлением от работ, которые я здесь обнаружила. Очень много я фотографировала здесь картин, всяких художественных произведений, статуэток. Что только я не фотографировала, я привезла с этой выставки массу фотографий, которые я загрузила в свой Телеграм-канал. Те, кто подписаны на мой Телеграм-канал, конечно же, успели уже посмотреть, что меня особенно впечатлило на этой выставке. Ну а сегодня я покажу вам это на видео более подробно, какие здесь я перформансы видела, что меня очень сильно вдохновило. Более подробно обо всем расскажу. Среди всех произведений в локусе моего внимания, конечно же, были природа, животные, деревенские пейзажи, русская народная культура. Ну, понятное дело, это особо сильно меня интересует. Ну, давайте я вам сейчас очень подробно все расскажу. Вот эта картина называется «Мать земли». Она написана глиной, а рядом с ней, справа, картина называется «Соль земли». Она написана «Мокрой солью». Представляете, это две огромных таких картины. я осталась от них под очень большим впечатлением. Вот здесь вы можете прочитать на табличке подробности этих картин. Посмотрите, насколько глубокий смысл заложен в этих картинах, помимо искусства, да, искусства, портрета с помощью вот таких вот природных материалов. Также меня на этой выставке очень сильно впечатлили ковры, советские ковры, на которых были изображены портреты женщин. Посмотрите, насколько эта атмосфера насмотрится. Представьте, вот если повесить такой вот ковер на стену, это будет невероятно красиво и нетривиально совсем. Возможно, для жилых помещений такие картины не совсем подойдут, но, например, в каких-нибудь кафе или каких-нибудь концертных залах или каких-нибудь выставках это будет смотреться просто восхитительно и великолепно. Чтобы вы понимали, это очень большое, большое такое полотно. Ковры эти немаленькие. Посмотрите, какая у них интересная текстура. Даже издалека не поймешь, что это настоящий ковер. Только если подойдешь ближе. Также здесь я обнаружила выставочный стенд «Арт Луга». Дело в том, что в прошлом году у нас в Нижегородской области прямо в природном парке, прямо в заповеднике «Артемовские луга» проходил экофестиваль, который был организован нашими местными нижегородскими экоактивистами для того, чтобы сохранить природный парк Артемовские луга на берегу Волги. Это такое, знаете, место силы. Там действительно очень красивый природный заповедник, невероятно красивый. Там была тоже выставка различных картин. Ну и также там проходили различные творческие мероприятия. Все это было организовано нашими местными экоактивистами. для того, чтобы защитить вот этот природный парк от застроек торговыми центрами. Ну и, конечно же, там были вот эти вот картины, которые меня тоже очень вдохновили. Посмотрите, как красиво. Также здесь я обнаружила очень интересный выставочный стенд, где сидел мужчина и вязал длиннющий шарф, который распластался по всему павильону его выставочному. Не знаю, что он этим хотел изобразить, но я не осталась под впечатлением и пошла смотреть дальше. И сразу же за углом я встретила очень интересного человека из города Королев. это художник. Он привез предметы русской старины, русского быта. Дело в том, что он их скупает, реставрирует и расписывает очень красиво, расписывает различными персонажами. Из русских народных сказок и мифов различных русских народных. Посмотрите, насколько же это атмосферно, насколько как будто открываешь какую-то старинную книгу с русскими сказками и любуешься иллюстрациями в ней. Здесь вот все можно было найти и тех же совушек, и котов, и различных персонажей сказочных. Ну, просто глаз не оторвать. Кстати, на этом же выставочном стенде я приобрела себе настоящее веретено ручной работы. Дело в том, что по русским народным поверьям, если положить веретено над дверью дома, то оно будет оберегать его от недобрых людей. И вот здесь я, конечно же, запечатлела визитку этого художника. Можете посмотреть его работы в соцсетях. Также здесь было очень много работ из керамики. Керамика ручной работы, это просто невероятно красиво. Вот такие вот милые статуэтки я здесь увидела. И также очень много посуды керамической ручной работы. Здесь, на этом выставочном стенде я приобрела себе мини-маленький такой горшочек ручной работы, в который по русскому народному поверью нужно налить воды на Ивана Купала и загадать желание, прошептать прям в этот маленький мини-мини горшочек желание. И когда вода из него испарится, желание должно сбыться. Ну что ж, посмотрим, дождемся Ивана Купала. Ну и также здесь очень много было деревянной посуды. Я обожаю все, что сделано из дерева. Деревянная посуда, это, конечно, моя любовь, что говорить. Но, к сожалению, она стоит достаточно дорого. Также здесь была вот такая вот невероятная красивейшая посуда, керамика ручной работы, чашки. Вы только посмотрите, насколько они аутентичные, милые, уникальные. Пить чай из такой кружки, это просто огромное наслаждение. Но, к сожалению, такая ручная работа стоит достаточно дорого, и я не могу себе ее позволить. Но полюбоваться, вдохновиться, возможно, когда-нибудь решиться на то, чтобы сделать что-то подобное, я всегда рада. Вот здесь также из глины были различные игрушечки, статуэточки, тоже привлекли мое внимание. Это всегда очень мило смотрится, и я не могу пройти мимо, всегда очень любую синим. Также я здесь обнаружила очень интересные сувениры в виде керамических маленьких домиков. Также я попала на выставочный стенд детской мастерской керамики. Детские работы меня всегда очень умиляют, и я не могла пройти мимо. Посмотрите, насколько интересно дети из керамики делают такие вот работы. Это просто умиляет, когда любуешься всем этим. Есть что-то в этом, знаете, такое аутентичное, естественное, не выхолощенное, как говорится, не вылизанное. Дети всегда очень естественно изображают свои эмоции с каких-то персонажей, без каких-то академически выверенных линий. Просто вот как оно есть, как оно идет, и это получается просто ну очень-очень мило. Ну не могла я пройти мимо, посмотрите, вот все, что успела показать, показываю вам. Также я попала на выставку фарфоровых кукол. здесь были изображены самые известные персонажи, также персонажи из каких-то мифов или сказок, не знаю, это было невероятно красиво. Куклы смотрятся настолько живыми и естественными, как будто это маленькие люди. Настолько это все органично смотрится, просто невероятно. Вот здесь какие-то персонажи или из мультиков или сказок каких-то, я не знаю, но смотрелись они просто ну не оторвать глаз. Это очень интересно было разглядывать каждую маленькую деталь, насколько представляете, сколько здесь работы. Вот украшение даже сделать для такой маленькой куклы, это просто кропотливейшая работа. вот здесь изображен персонаж из русских народных мифов, птица Алконост, птица, которая приносит радость и счастье. Видимо, не знаю, вот смотрите, как интересно это все изображено, как будто она живая, вот реально как будто смотришь живой персонаж, не искусственная игрушка, а живой персонаж. Ну, я не знаю, как вам описать мои впечатления, но вы и сами все видите. Ну и, конечно же, мой взгляд цеплялся за картины, на которых были изображены деревенские пейзажи, природа, цветы, луговые. Ну, это мое любимое. вот эти вот просторы, написанные маслом, ну, это невероятно красиво, это можно любоваться, рассматривать каждую мелкую деталь. Я очень люблю залипать на таких картинах, смотреть технику рисования, потому что я сама тоже иногда пытаюсь рисовать, правда, не маслом, акрилом, но, тем не менее, разглядывать каждый мазок мне очень-очень интересно. Также меня очень сильно впечатляет техника рисования, где изображено очень много-много мелких деталей, достаточно четко прорисованных. Вы только посмотрите, насколько это атмосферно выглядит. обожаю вот такую детальную мелкую прорисовку каждой картины. Ее можно разглядывать часами просто. Также в этом году мне удалось попасть на стенд моей любимой художницы Натальи Тур. Она рисует очень много красивых душевных деревенских пейзажей с девушками. Вот здесь вы видите изображена репродукция моей любимой картины Бабье Лето. Я конечно же не могла пройти мимо нее, потому что вот эта репродукция сейчас украшает мою спальню. А здесь вы видите еще один вариант репродукции, как объяснила мне художница. Это не настоящая картина, это ее копия, просто прорисованная мазками. А настоящая картина, оригинал этой картины намного больше по размерам и стоит более миллиона рублей. Ну ничего себе подумала я, репродукция картины, которая стоит более миллиона рублей, украшает мою спальню. Ну здесь вы видите другие работы этой художницы. Посмотрите, насколько они душевные, насколько атмосферные. Ну это просто нужно видеть. Обязательно посмотрите, загуглите хотя бы имя этой художницы Наталья Тур и посмотрите, какие работы она рисует. также ее работы на этом выставочном стенде можно было обнаружить на керамических таких вот плитках. Возможно, когда-нибудь я приобрету такую вот плиточку и украшу что-нибудь в доме вот этой плиткой с изображением картин моей любимой художницы. Ну а на этот раз я купила здесь две открытки с изображением картин этой художницы. Не удержалась просто, понимаете, к этому волшебству просто хочется прикоснуться хотя бы в минимальной какой-то форме. И у меня теперь помимо репродукции картины Натальи Тур, которая висит у меня в спальне, есть две открыточки с изображением красивых девушек. Работы Натальи Тур конечно же завораживают тоже так же мелкой прорисовкой вот этих вот мелких деталей и какими-то живыми историями в этих картинках. То есть вы смотрите на эту картину и видите целую какую-то историю. Дело в том, что здесь все нарисовано со смыслом, не просто изображение какое-то. Здесь какой-то такой атмосферный смысл в каждой картине, какая-то эмоция. Ну, вы сами все видите. Ну и конечно же я не могла пройти мимо картин, где изображены пейзажи русские наши, наша Волга, наша АК, наши березки. конечно рисуют это все разные художники, но я останавливаюсь именно перед теми картинами, которые наиболее реалистично все изображают. Ну и конечно же я побывала в павильоне современного искусства. Здесь не менее красиво, специфично, необычно. я обнаружила очень много интересных работ. Например, вот смотрите иллюстрации к русским сказкам, насколько тоже они такие милые, аутентичные, с прорисовкой мелких деталей, линером. В общем, сами все видите, посмотрите насколько же это атмосферно. также здесь я нашла стенд выставка работ корейских художников на настоящей рисовой бумаге. Дело в том, что корейская народная культура славится своими традициями, незыблемыми традициями. В общем, это меня очень привлекает, потому что то, что нам передается из поколения в поколение, несет определенную своего рода мудрость, неважно в какой это национальности. Вот в данном случае в корейской народной культуре содержатся очень глубокие корни, глубокие традиции. Это, конечно же, вызывает уважение и восхищение не меньше, чем восхищение русской народной культурой. Вообще по выставке я бродила достаточно долго, и я даже устала, если честно. Это было, по-моему, около двух или трех часов. Я успела проголодаться, у меня успели устать ноги, и поэтому я присела ненадолго в местном кафе, которое располагалось прямо в павильоне этой выставки, и затем продолжила дальше рассматривать картины, и, конечно же, мое внимание привлекали котики. Я очень много рассматривала котиков, но, к сожалению, не всех сняла, но вот этот был самый милый. Посмотрите, какой он хорошенький. Вот. Также я на одном из выставочных стендов обнаружила настоящую собаку, огромную собаку, которая лежала вот так вот просто рядом с художником посреди выставки. Не знаю, как ее сюда пустили, если честно, но это тоже было интересно посмотреть. Ну, и также мое внимание, конечно же, привлекали картины с изображением различных животных, вот как эта девушка с лошадью, это очень красивая, милая картина, или вот эта девушка с медведем. Вообще изображение женских персонажей с каким-либо животным меня вызывает восхищение. Не знаю, почему от этих картин чувствуется какая-то теплота, доброта. Ну, не знаю, вот как это описать, очень мне нравятся такие картины. Также я обращала внимание на картины, которые изображали тонкий мир, в которых была глубокая смысловая нагрузка, вот как здесь, например, нити ДНК переплетаются между мужчиной и женщиной. Очень атмосферная, интересная картина. Конечно же, я внимательно тоже такое разглядывала. Я люблю вот такие вот вещи смотреть, где изображаются какие-то энергии, как-то художник передает определенное состояние внутреннее, внутренний какой-то свой мир, символичность какой-то. В общем, мне тоже это, меня тоже это очень привлекает. Но еще также меня очень привлекла вот эта вот милая девочка, которая стоит посреди снежного поля, снегопад и держит в руках жемчужину, которая светится, тоже вот какой-то есть что-то в этом очень сказочное и красивое. И также мне удалось попасть на концерт, настоящий корейский концерт или как это оркестр, который звучал барабанами. В общем, сами послушайте. еще меня очень впечатлили картины, где сочеталось несочетаемое. Например, вот на этой картине вы видите микросхемы и настоящую масляную живопись. Посмотрите, деревенские домики из микросхем сделаны. Или вот, например, настоящая клавиатура от компьютера и из ее клавиш как бы сделана картина, которая перетекает опять же в масляную живопись. В общем, выставкой я была очень довольна и вот здесь я показываю свои трофеи с этой выставки. Настоящее веретено сделанное вручную, две открытки от моей любимой художницы Натальи Тур и в кулачке я держу горшочек шепотун завернутый в газетку. В общем, набравшись впечатлений, я вернулась в свой любимый домик и, конечно же, приступила к своему любимому делу. Я наконец-то испробовала новую свою лопату для чистки снега. Она вот с такой интересной эргономичной ручкой. Благодаря ей можно не наклоняться особо сильно и это очень-очень разгружает спину, если честно. К тому же вот у этой лопаты есть дополнительная ручка, которая позволяет набирать очень много снега в ковш. И даже когда он такой мокрый и тяжелый, я могу с помощью этих двух ручек таскать тяжелые большие объемы снега. Это не сравнить с той старой лопатой, которая у меня была и которая, кстати, к слову, треснула. В общем, эта лопата мне очень понравилась и я здесь ее не рекламирую ни в коем случае, просто хвастаюсь ей. И хотя по весу она немного тяжелее моей старой лопаты, но функциональность ее, ее польза, ну, просто не сравнить с обычной лопатой, конечно. Вот. В общем, я похвасталась вам, а вы там решайте сами иметь или не иметь, как говорится. А вечером я растопила русскую печь, чтобы испечь свой первый хлеб в русской печи. Честно говоря, я уже давно собиралась попробовать вот рецепт на кефире, хлеба на кефире. Дело в том, что я достаточно осторожно отношусь к дрожжевому хлебу, и мне всегда хотелось попробовать испечь именно домашний хлеб, именно вот без дрожжей. В общем, я нашла в сети рецепт и решил попробовать. Но вот здесь мы с белкой ждем, когда прогорят дрова в печи, и я ее тормошу немножко, тискаю, потому что невозможно вот это чудо не тискать. Вы посмотрите, какая она милота, какое пузико такое милое. Вообще белка становится похожа все больше и больше на какого-то маленького плюшевого медвежонка, который иногда кусается и царапается. Ей нет еще и четырех месяцев, а она размером уже со свою маму, представляете? Другие котята, они намного меньше, но вот эта мадам, она прямо такая крупненькая у меня почему-то получилась. В общем, я удивляюсь вот этой кошке, насколько она большая и крупная, наверное, она будет такая же большая, как Вася. Возможно, Вася ей является каким-нибудь дядей, что ли, я не знаю по какой линии они тут сошлись. В общем, эта кошка, она особенная и за ней очень интересно наблюдать. Жду, когда прогорят дровишки. А пока хочу рассказать вам про утварь, которую я использую для готовки в печи. Да. Вот это значит у меня кочерга, которая мне досталась в наследство от предыдущих хозяев. Я не знаю, где они ее взяли, но я ее нашла во дворе. Там она лежала, она уже, видите, треснутая, уже такая еле держится, она чуть, видите, шатается. Но, тем не менее, рабочая, мне очень нравится, она очень длинная. Вот, видите, какая длиннющая палочка у нее. Хорошо ей орудовать, переворачивать полежки, раскидывать угли. Чугунок, вот этот, кстати, я тоже нашла во дворе. В него я ставлю всю печную утварь. Когда она горячая, конечно же, нужно ставить куда-нибудь в металл. Вот этот ухват достаточно большой для большого чугунка. Его мне привезла мама, ей отдала его подруга и она его нашла где-то тоже в какой-то деревне у нее. Он тоже, видите, черенок уже весь истрепанный. Но, говорят, что этому ухвату уже 100 лет, более 100 лет. Вот такой это у меня раритетный инструмент для печи. А вот третий ухват я покупала на Авито и осталась им очень довольна. Он такой, знаете, маленький, видите, у него рожки маленькие для маленьких чугунков. Тоже он очень длинный. Рукоятка у него лакированная древко, видите, все обтесанное, очень длинное, где-то даже метра два где-то два с половиной наверное. Очень удобный, потому что у меня два маленьких чугунка, большим их не поддеть. Вот. Ну, как раз мне очень он понравился. Он очень крепко сделан. Я прям не пожалела, что на Авито купила у мужчины, который, кстати, живет тоже у нас в Нижнем Новгороде. Вот. Такая вот у меня кухонная утварь. Чугунок я, конечно, со временем декорирую, может быть, покрашу его как-то, вот пока он так у меня стоит. в общем, жду, когда прогорят пухли у меня. Сегодня у меня будет хлебушек в печи. Впервые выпекаю хлеб на кефире. Вообще, впервые выпекаю хлеб в русской печи. Не знаю, что получится, но посмотрим. Ну, а что получилось в итоге, вы можете посмотреть у меня в разделе коротких видео. Я записала небольшой видеоролик о выпечке этого хлеба. И там же под этим коротким видеороликом вы найдете рецепт этого хлебушка. Проходите, смотрите, кто еще не видел, обязательно. Это очень вкусно, к слову, получилось. Вот, спойлер такой небольшой. Вот, а также я рекомендую вам подписаться на свой телеграм-канал, потому что там все самые последние, самые свежие события выходят раньше моих видео на ютубе, потому что для того, чтобы сделать видео для ютуба, чтобы его смонтировать, конечно же, требуется определенное время, и все видеоролики вы увидите с некоторым запозданием. А в телеграме мне проще и быстрее чем-то поделиться, какими-то фотографиями, поэтому можно сказать, в телеграме вы видите анонсы того, что будет в будущих видео. Ну, на этом, пожалуй, все. Всех благодарю за внимание. Спасибо вам за лайки, комментарии, подписки, донаты, и увидимся в следующих видео. Пока-пока! Субтитры